Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Всем доброе утро, здравствуйте. Продолжается утро на Болткоме. И поговорим сейчас действительно о большом, интересном, прекрасном, долгожданном событии. Мы все уже обрадовались, когда началась культурная жизнь. И вот, в принципе, она началась так потихонечку с каких-то маленьких концертов на 30-40 зрителей с нашими местными латвийскими музыкантами. И вот, наконец-то, мне кажется, вот этот маховик культуры раскручивается, раскручивается. Нас впереди ожидает фестиваль Артиссимо. И вот о том, какие звезды, какие большие, крупные, прекрасные коллективы приедут к нам выступать в концертном зале Дзинтери. И не только об этом, об всем расскажет глава фонда Германа Брауна Инна Давыдова. Доброе утро. Доброе утро. Ну, я счастлива. Что можно сказать? На самом деле, наверное, тому, кто далек от культурного потока, трудно вообразить, что испытывает человек, когда он приходит в зал и видит единомышленников. Не важно, ты сидишь в зале или ты стоишь на сцене. На прошлой неделе я была на фестивале, на другом фестивале в Дзинтере, и обнималась там с людьми, с которыми 2-3 года назад мы не обнимались, мы просто здоровались, причем иногда за руку, то есть достаточно официально. А сейчас было абсолютное ощущение братства. Я не знаю, насколько оно сохранится, и возможно ли это сохранить на долгое время. Но вот сейчас в такое непростое для всех время, для людей, для которых культура важна и является неоспоримой ценностью, и к ней приникаешь, вот это действительно было очень трогательно. Для меня сезон начался 4 июля концертом в Дуболты, где вместе с молодежным оркестром выступала безумительная скрипачка, солистка Элина Букша, которая неделю до этого с ними работала и выпустила в свет новую программу. И когда я вышла и встала перед залом, я не могла говорить. У меня перехватило горло, и слезы вернулись на глаза, потому что я живую публику не видела более полугода. Последний концерт у нас состоялся 8 ноября, а 9 все закрылось. И 8 ноября, кстати, тоже играла Элина Букша, и это был ее сольный концерт в зале Артисима, и в зале сидели 20 человек, и все они были в масках. Очень странное ощущение, конечно, и то, что сейчас люди могут прийти свободно, ну, определенная категория людей могут прийти свободно и радоваться концерту или какому-то другому событию, театральному событию или какому-то смежному, это большое счастье. И мы все-таки, несмотря на то, что времена очень сложные, что очень трудно найти партнеров, практически невозможно, я имею в виду финансовых партнеров, мы все-таки решили провести наш регулярный фестиваль Артисима, который в этом году пройдет уже в восьмой раз. Это очень забавно. Когда мы должны были делать этот фестиваль в 20-м году, мы же не знали, что нас ждет. Я в 19-м после 7-го сказала, о, следующий фестиваль у нас восьмой, восьмерка, если ее положить, это знак бесконечности. Ну, я не знала, куда эта бесконечность нас выведет. В бесконечную организацию, в бесконечное ожидание. В ожидании, в бесконечную подготовку, в бесконечное предвкушение. Но должна вам сказать, что события культуры, они всегда сопровождаются вот этим предвкушением, этим ожиданием, поэтому сколько бы их ни было, ну, в каком-то смысле это всегда бесконечность. И я вот все-таки надеюсь, что через три недели мы с нашими зрителями и слушателями увидимся на восьмом фестивале Артисима в концертном зале Дзинтери и в Национальной опере. Ну, основная масса концертов состоится в Дзинтери, в Юрмале, как мы обычно и делали. И это четыре концерта, три концерта выходного дня и понедельник с 13 по 16 августа. И подбирая программу, создавая ее, думая над нею, я ориентировалась и на возможности наших музыкальных партнеров, потому что, например, американцам в этом году в Европу приехать очень трудно. И я хотела в этом году услышать и увидеть некоторые коллективы, которые просто до последнего дня не могли подтвердить приезд, потому что не понимали, что будет с документами, визами, разрешениями. Поэтому мы решили повернуть немножко курс. Но, тем не менее, нам удалось собрать звездные коллективы, так как мы всегда работаем. Дело не в том, чтобы это были звезды, которые звезды для всех. Дело в том, чтобы это были большие музыканты, артисты по сути. У них может не быть еще регалий, или они могут быть совершенно неизвестны нашему местному зрителю, а так очень часто бывает с нашими концертами. Когда открывают звезды. Да, но я делаю то, в чем я абсолютно уверена. И думаю, что одна из миссий фонда Германа Брауна – это именно открывать новое. То, чем мы занимаемся уже больше 20 лет. Это не только новые молодые музыканты, которых мы начинаем поддерживать, когда им 8, 9, 10, 12 лет. Но это и музыканты, имеющие вес и имя за рубежом или на других континентах, но неизвестны и у нас. Это одна сторона. С другой стороны, мне, как всегда, хотелось и сохранить эту академическую линию, все-таки это наше основное направление, но и не забывать о том, что лето предполагает альтернативные, такие яркие, развлекательные форматы, но тоже в том направлении, в котором фон Германа Брауна движется. Это, если не академическая музыка, то это кроссовер, это джаз, и вот в этом направлении мы и создавали программу нынешнего фестиваля. Ну, я смотрю, здесь действительно очень большие громкие имена, достаточно просто назвать «Дефаз», который, кстати, у нас в плейлисте часто «Радиоболтком» звучит, совершенно, ну, с мировой известностью коллектив, огромное количество альбомов и мировая слава. Да, и для меня это тоже будет открытие, потому что я вживую их никогда не слышала, но когда стало понятно, что это возможно, я тут же согласилась, несмотря на то, что такой коллектив пригласить в Ригу во всех отношениях весьма сложно. И по их календарю, и, ну, чисто практически, материально. Это тоже всё очень непросто, и у них очень сложный большой райдер, такой разнообразный. Но зато мы сможем нашим слушателям этот концерт предложить. Это знаменитая группа «Дефаз», она пишется через PH, если кто-то ещё не знает, и их название создано из трёх слов. «Д» – это destination, то есть направление и, так сказать, путь следования. А потом буква «Ф» – это future, PH в данном случае – это будущее. И «АЗЗ» – это окончание слова «джаз». То есть они предлагают как бы будущее джаза. Но на самом деле они работают не только в джазе, я бы даже сказала, не столько в джазе, а они занимаются и техномузыкой, и регги, и даже используют классические инструменты, и играют программы с симфоническим оркестром. То есть они микшируют разные стили и создают вот этот неповторимый лаунж-колорит музыки, под которую ты можешь, как они сами говорят, стирать бельё, есть, копать землю, танцевать, заниматься любовью или просто лежать в кресле и наслаждаться этой музыкой. То есть она для всего. Поэтому у неё есть вот этот термин, появился лаунж, когда в 90-е годы стали искать музыку, которая может быть и фоном, и не только фоном, скажем так. Мы в этом стиле музыкантов ещё не приглашали и не представляли нашей публике. Это у нас первый опыт. Ну и мы сразу взялись за самую верхушку. То есть одна из самых, может быть, даже самая знаменитая группа в этом жанре. И действительно с мировой известностью музыканты. У них десятки альбомов и очень интересные программы, красивая музыка. И я надеюсь, что наши слушатели это оценят. По крайней мере, когда мы это выставили на наш сайт, у нас сразу пошли заказы. Это я могу сказать. То есть Дефаз люди знают, люди хотят их слышать. Ну и, конечно, сочетание музыки и самого места, где она будет звучать. Это тоже очень важно. Мне даже одна компания заказала билеты, ну человеческая компания, в смысле несколько человек, и написали, мы хотим сидеть у парохода, чтобы мы могли танцевать. А вот будет ли возможность? Ну, конечно, мы же в этом плане свободны. Мне единственное, придется договариваться с залом дзинтери, который стал в последние годы очень чопорным в этом смысле, что, пожалуйста, не запрещайте людям передвигаться, по крайней мере, внутри самого зала. Пусть танцуют, пусть радуются жизни. Боже мой, жизнь так коротка. В ней надо ловить все прекрасные мгновения. Это Дефаз. Дефаз, и я понимаю, что рассадка, кстати, вот, может быть, сразу оговорим, рассадка в зале, то есть, ну, то есть, это вот кто... В зале дзинтери четыре концерта. 13-го, 14-го, 15-го, 16-го числа. 13-го и 16-го мы приглашаем тех, у кого есть сертификат о полной вакцинации. 13-го у нас Дефаз, и 16-го у нас вечер фламенко со всемирно известной танцовщицей Патрисией Герреро. Когда-то я ее уже приглашала в Латвию, это было давно, лет 10 назад, тогда она была молодая танцовщица, а теперь она всемирно известная танцовщица, которую даже приглашает в мадридский балет ставить спектакли в стиле фламенко. То есть, она просто уже стала таким некоторым гуру в этой области. На эти концерты у нас все сидят подряд, как хотят, выбирают себе лучшие места, платят деньги, предоставляют сертификат и приходят на концерт. Что касается двух других концертов, 14-го и 15-го, то я решила попробовать все-таки эту смешанную группу людей, то есть, и те, у кого есть сертификат об отрицательном тесте, они тоже выдаются сейчас, или сертификат о том, что ты переболел или полностью вакцинирован. И тогда рассадка 40% вместимости зала, и там практически шахматный порядок, но более сложный, чем шахматный. Там нам зал предложил уже их, скажем так, группирование по рядам и местам, и мы его приняли. Конечно, с одной стороны, это, может быть, для нас не очень выгодно, с другой стороны, мне не очень хочется все-таки, ну так, оставлять за бортом публику. Но я рассчитываю на сознательность, что это станет стимулом для людей пойти и вакцинироваться. Я знаю, кстати, некоторых, которые мне позвонили, сказали, зарезервируйте, мы к этому времени все сделаем, мы очень хотим на концерты. Ну вот так. И вот о тех двух концертах, которые будут для смешанных групп, я бы хотела несколько слов тоже сказать. Потому что один из этих концертов, это, скажем так, мое сердечное дело, это то, что по-французски называется оммаж, то есть посвящение, воспоминание, это посвящение венок, музыкальное приношение Дмитрию Башкирову, который часто бывал в Латвии, с которым я была очень дружна, мы постоянно созванивались, и они меня очень звали в свое время в Ялту. Ну, теперь нет ни его, ни его супруги, и вряд ли я уже туда поеду, но воспоминания у меня остались самые теплые и такие очень личные, потому что мы действительно дружили, они бывали у меня в гостях, и очень много Дмитрий Александрович сделал и для тех музыкантов, которых я ему представляла. В том числе, например, Вестер Шимкус попал в Испанию и там учился у Дмитрия Башкирова три года. Сначала я его послала к нему в Москву, он у него жил два дня, играл ему, Дмитрий Александрович потом мне позвонил, сказал, Инна, в очередной раз вы показали мне, так сказать, свои возможности учуять настоящий талант, я его беру. И там была еще проблема, потому что Вестер забыл вовремя послать документы. Творческие люди. Творческие люди. И мы об этом ничего не знали, потому что я думала, что тут-то он уже все-таки сделает все как надо, и он мне звонит. Или нет, или даже сам Дмитрий Александрович мне позвонил, где документы Шимкусу, я звоню Шимкусу, ах, ох. В общем, я рыдаю, звоню Дмитрию Александровичу, умоляю его помочь, он звонит в Испанию, в эту академию, и там просит за очень талантливого мальчика, чтобы его все-таки вне конкурса, значит, приняли, поиграть там надо было. И должна сказать, что когда Вестер туда поехал, первый звонок кому он сделал оттуда, это был звонок мне, я очень хорошо это помню. Я стояла в антикварном магазине, и вдруг звонок. Звонит Вестер, и такой размягченный голос, такой, знаете, неземной. И он мне говорит, Инна, такая пауза, меня приняли. Такое счастье. Это же было давно, тогда это была такая редкость, попасть в такую школу, такого уровня. И вот Вестер, в том числе, один из участников концерта, который состоится в субботу, 14 августа, в концертном зале Центери, а еще лауреат крупнейших международных конкурсов, Пламена Мангова, о которой сам Башкиров говорил, что она из немногих его учеников, кто перенял его эстетические идеи, это же очень важно. К нему же приходили не для того, чтобы на рояле учиться играть, к нему же приходили уже взрослые люди, к нему приходили для того, чтобы получить в дар какие-то тайные мастерства, скажем так, или чтобы с ними поделились какими-то философскими или художественными концепциями по тому или иному композитору, как их исполнять. Должна сказать, что когда Шимкус выиграл очень серьезный конкурс несколько лет назад, он позвонил Башкирову, Башкиров мне потом позвонил, я об этом сказал, и сказал, Дмитрий Александрович, спасибо вам, только благодаря вам я выиграл этот конкурс, потому что я там играл Бетховена, а Бетховена играть меня научили вы. То есть, ну вот философские концепции, там же очень много пластов, фразировка, артикуляция, степень свободы, ну это уже такие музыкантские художественные приемы, но они очень важны, если ты хочешь по-настоящему заниматься искусством. Провода параллели, можно прочитать стихотворение в школе и читает там Сергей Юрский, условно говоря. Да, именно так. И ты его слышишь совершенно иначе, это стихотворение, как он Бесы, например, читает, или того же Евгения Онегина. Ну, слышишь, это все по-другому, это музыка стиха иная, акценты другие, то же самое и вот в музыке, которая без слов, скажем так, там точно то же самое. И вот Башкиров в этом смысле был уникальным преподавателем, потому что он не давил на индивидуальность. Он в каждом своем другом ученике развивал и его сильные стороны, и уважал его индивидуальность, но в то же время, это он подчеркивал, старался развивать его в ту сторону, которая тому не была близка. Например, есть музыканты, которые очень хорошо играют Баха. Значит, он им предлагал Шопена поиграть, то есть совсем другой стиль, другое звукоизвлечение, другая эстетика, естественно. Ну, это в прямом смысле выйти из зоны комфорта. Да, да, да. Механический, грубленный Бах. Но вы понимаете, потом тебе, ты потом и Баха играть будешь иначе, естественно, если ты немножко поиграл Шопена. Но это такие тонкости. Но у него учились великие музыканты. Дмитрий Алексеев к нам приезжал когда-то, тоже из его первых учеников. Володось его ученик. Николай Демиденко, его ученик. Это же, ну, мировые звезды пианизма. И вот сейчас Пламена Мангова, Вестер Тшимкус, Перес, это испанский молодой пианист, просто, ну, суперзвезда. Вообще сейчас лучший пианист Испании, и вот такая звезда уже мирового пианизма. Это из молодого поколения. Потом тоже из его молодых учениц Виктория Василенко, Виктория Василенко, болгарка. Да, и еще у меня под вопросом одна пианистка. Не буду сейчас рассказывать, но если получится, может быть, вы даже с ней встретитесь и здесь, в студии. Она тоже из-за рубежа, просто мы с ней еще не договорились до конца. Да, и если получится с документами, то приедет один из первых его учеников, профессор Московской консерватории Александр Бондурянский. Его пока у нас нет на сайте, потому что, ну, мы не знаем, как у него будет с документами, а это все-таки очень серьезно. Но вот он знаменитый участник московского трио Бондурянского, он преподаватель Московской консерватории, у него кафедра. Он довольно часто приезжает в Латвию, в нашу Академию музыки, преподает и играет маленькие концерты. И он, конечно, очень обрадовался, что мы его пригласили. Он сейчас печется о том, что в Московской консерватории в классе Башкирова была мемориальная доска. Ну, то есть увековечить его память, потому что в свое время японцы написали о Башкирове так, что если бы Нобелевская премия присуждалась в области педагогики, ее получил бы Дмитрий Башкиров. Но не будем забывать, что он был еще совершенно потрясающим пианистом. У него был не очень широкий круг его любимых авторов, и это была утонченная музыка. Скажем так, это был Бетховен, Моцарт, Дебюси, французы, немножко русской музыки. Но он там был неподражаем. Я помню, он приезжал к нам, это был уже второй концерт по моему приглашению. Концерт был в Доме Черноголовых. И концерт был изумительный. А потом на бис он играл «Остров радости» Дебюси, и у меня полились просто слезы. И я смотрю по сторонам, и сидят люди, и у них то же самое. То есть это магия. Ну, действительно, как ты искусство словами опишешь, но это было именно так. И одно из моих жизненных впечатлений, очень сильных, это его пластинка, прямая запись с концертом Московской консерватории, где в том числе он играл знаменитую мелодию глюка, которая написана вовсе не для рояля, а для флейты с оркестром. И вот представь, и это невероятно, как он это играл. Это была бесконечная мелодия, а все-таки не будем забывать, что фортепиано – это, в общем-то, молоточковый ударный инструмент, у которого звук не длится очень быстро, но ему удавалось как будто бы петь действительно эту мелодию на рояле. И так это было проникновенно, что дух захватывало. И вот лет семь назад, восемь, может быть, в консерватории проходили его мастер-классы, показывали небольшой документальный фильм о нем, и он сказал, что я вообще-то уже три года не играю, но меня очень попросили. Да, ему было, наверное, 82, и он сказал, я не играю, я вот 80 лет закончил, больше я концертов не даю, но меня очень попросили сегодня сыграть, и я для вас сыграю. И он заиграл эту же мелодию Глюка. Это спустя 40 или 45 лет с момента того концерта, который у меня есть в записанном виде. И вот это ощущение, оно такое же. Ты слушаешь эту музыку, его исполнение, и перед тобой и твоя вся жизнь проходит перед глазами, твое взросление, так сказать, вот это приобретение опыта, слушательского в том числе. Ты понимаешь, что то, что ты сейчас слышишь, это уже осколки вот этой былой мощи и огромного темперамента, и невероятного таланта, и щедрости душевной. И все это вместе вот до сих пор в моем сердце. Поэтому, когда его не стало, для меня это была личная потеря, хотя, в общем, здесь никто не остался, все уходят, ничего не поделаешь, но всегда очень грустно, когда уходят такие люди. Поэтому мы с Пламенной думали о таком концерте, предполагалось, что он будет осенью, но ввиду того, что мы не знаем, что нас ждет осенью, во-первых, и кроме того, поскольку у нас есть фестиваль, мы решили этот концерт провести летом. У нас буквально несколько минут осталось, но Фламенко, Ночь Фламенко, и Воскресенье тоже для смешанной публики. У нас концерт тоже, можно теперь уже сказать, всемирно знаменитого ансамбля Яношка. Они уже были у меня дважды, и один раз в Дзинтере, и один раз мы вместе отмечали день рождения фонда Германа Брауна, и мои последователи на Фейсбуке видели запись нашего автопати у меня в агентстве, где мы танцевали под их аккомпанемент. Они просто развлекались, а мы тоже вместе с ними развлекались. Это потрясающий квартет, в его составе две скрипки, контрабас и фортепиано, и все они родственники. Три брата и муж сестры играет на контрабасе. Феноменальные музыканты, все выпускники Венской консерватории, все лауреаты крупнейших международных конкурсов, которые вот нашли опять же свою дорогу, вот как бы третий путь в этой музыке, не ударились в легкий жанр, не остались в академическом, а смешали и получили такой удивительный микс, в основе которого фантастический уровень игры на скрипке или на контрабасе, или на рояле, а при этом легкость обращения с материалом. То есть они все превращают в лаунж, скажем так, но при этом это запредельная виртуозность. То есть, ну что я могу сказать, вот когда Пламена узнала, что на следующий день выступает Яношка, она сказала, никто не уедет на следующий день из пианистов, мы все придем на Яношку, они все знают, кто это, но Яношка выступала и в Карнеги-холле, и в Тиглвуд-фестивале, и по всему миру они теперь эксклюзивные артисты дойчи граммофон и записывают сейчас третий диск. И вот у нас будет просто возможность, счастье их услышать, у них один день был свободный между другими концертами, и мы туда втиснулись. То есть нам очень повезло. И последнее, о чем я хотела сказать, вот на следующий день будет Фламенко, а потом спустя неделю долгожданный концерт Григория Соколова состоится. И прошу обратить внимание наших слушателей, что концерт перенесен в национальную оперу, поэтому все, у кого есть билеты, должны будут их поменять. Вся информация есть у нас на сайте, и просим учесть, что этот концерт только для имеющих полный сертификат. Спасибо огромное. Инна Давыдова, фон Германа Брауна, и хбф.лв, это адрес, куда можно зайти и посмотреть полную программу фестиваля. К сожалению, у нас просто время завершилось. Я зашел. утро на Болткоме. Спасибо большое. 20 минут сидел, молчал, у меня был лаунж, тот самый лаунж. Ну вот и славный. Прекрасное состояние. Значит, мы достигли желаемого результата. Да, огромное вам спасибо за это. Вам спасибо.